Правильной ли является позиция о том, что главной и важнейшей защитой человека являются молитвы, обращенные к Высшим по определенным формулам? Что такое негативное? Это сущности, настроенные агрессивно и деструктивно по отношению к человеку. Это могут быть как плазмоидные сущности, так и невоплощенные духи с низших демонических уровней. Лучшей защитой от тех и от других является полная уверенность в божественной защите, полная уверенность в себе как в части Божественного Духа, как в части Бога, вера в то, что человек идет правильным путем развития, отсутствие сомнений, отсутствие страхов и негативных эмоций и чувств злобы, зависти, агрессии, обиды, ну и других разрушающих эмоций, которые образуются в результате негативных ментальных установок в поле самого человека. Те открытые двери для негативных сущностей открываются изнутри самим человека. Бог, когда давал воплощение в этот теле, каждому из вас, дал вам очень хорошую защиту, которая называется вуаль астрала. То есть это некоторая пограниченная энергия между материальным и духовным миром. Вуаль астрала может быть нарушена действиями самого человека, которые направлены на контакт с духовным миром без очищения его от негативных, без очищения сердца, духовного сердца человека от негативных чувств, желаний и без очищения его разума от негативных мыслей. Если человек с этим негативным содержимым в своем сердце будет применять способы для контакта с духовным миром, есть такие специальные визуализации, медитации, те же карты, например, разнообразные средства, то этими действиями он даст понять находящимся рядом с духовным сущностям о том, что он желает с ними контакта. И даже молитва, если человек верит в высшие силы и молится этой молитвой, он даёт понимать не только Богу, но и находящимся с ним сущностям, что он верит в духовный мир и желает с ним контакта. Он открывает двери тем сущностям, которые находятся рядом. Проблема состоит в том, что человек открывает двери, ну, можно так сказать, неосознанно всем, то, что неосознанно, а он открыт для контакта с тем, кто придёт. А кто же придёт в его ауру? Ангел или демон? Высоковибрационный плазмоид или низковибрационный плазмоид? Это зависит от нескольких факторов. Первый фактор — это состояние энергоцентров человека, насколько в них есть негатив, насколько в них есть позитив. Второй фактор — это кармическое тело человека, каузальное тело, то есть те его уроки и задачи, которые он пришёл решить в этой жизни, он пришёл выполнить, которые записаны в его каузальном теле. И спускаются на ментальный план по мере его осознанности. Третий фактор — это, естественно, состояние его, ну, вера, что ли, его, состояние энергоцентров, то есть его осознанность в контакте с этими сущностями. То есть, например, тот же демон будет разговаривать по-разному с осознанным человеком, который осознаёт его присутствие, и с неосознанным, который не осознаёт его присутствие. У него будет совершенно разный контакт с ними и разные последствия для человека от этого контакта. Чем осознаннее контактёр, тем он безопаснее может контактировать для себя, в первую очередь. Если контакт неосознан с низким вибрационным существом, этот контакт становится опасен тем, что мысли, желания и чувства, мыслеформы этого низкого вибрационного демона, в данном случае, или плаклазмоида, принимая со человеком и со своим собственным, что может привести к его ошибкам в жизни, к каким-то грехам, негативным поступкам по отношению к себе и к окружающим. Так что главное беззащита — это полное доверие Богу и высокие вибрации любви. Молитва — это лишь средство повысить свои вибрации, если человек молится осознанно, желая, чтобы те слова молитвы, которые он произносит, исполнились в его жизни. Можно молиться своими словами, просить Бога как своего Отца, просить всех святых о защите, о покровительстве, но при этом это делать без страха. То есть просить о защите без страха. Не то, что «защити меня, я бессилен, бессилен перед сущностями». Нет. Как только вы признали своё бессилие перед сущностями, вы отделили себя от Бога и уже перестали чувствовать себя Его частью. И это отделение от Бога побуждает самого Бога отнять от вас свою благодать и защиту, так как вы Ему не доверяете, и поэтому вы свободны проходить свой урок самостоятельно, без его защиты. С этими сущностями, которые рядом. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok